АПЛОДИСМЕНТЫ Про то, как ангелы говорят, достоин, свят, свят, свят. Веришь, когда есть мова в Письме, в Слове Божьем, когда ангелы говорят, святы, святы, святы. И как-то один неверующий этот вопрос, почему это не делают? И один из неверующих говорит, зачем это не делал? Почему они так говорят? Легче было пленку записать, да и поставить, и было то же самое, наверное. Не латвей было бы написать, печень и поставить, и было бы то же самое. Но вы знаете, когда ангелы, они какую-то часть начинают видеть Господа, но вы знаете, когда ангелы, они начинают видеть какую-то часть Бога, открывать. Эта часть видения Господа, она их восхищает. И та часть, она их побудет. И они не наигранно говорят, ну, как мы иногда можем хвалить друг друга, не наигранно. И они так, не на жарты, по-просто mówią, так как мы, часто мы можем хвалить один другого. Но они каждый раз видят что-то особенное в Боге. и когда они проходят и еще раз видят это, они удивляются и восхищаются и начинают говорить свят Господь. И если они видят это еще раз, то они просто говорят свят. И снова он говорил свят. Вы знаете, самое же слово свят. Вы знаете, самое слово свят. Это отделенный или другой. То есть отделенный или другой. Вы знаете, Бог не похожий ни на что. Вы знаете, в часах Реми или Греции они створили себе Бога на подобие с людьми. Они были подобны человеку. Они были подобны человеку. Они были те же характеры. Они могли брать жену, красть друг у друга. И могли собрать жены один для другого. Обижаться. Могли себя ображать. Что-то плохое делать. Но когда человек встречается с Богом, но вы знаете, когда Бог встречается с Богом, который оставил на странице Священного Писания, когда читает страницу Писма Святого, то он начинает говорить это Святой Бог. То он начинает говорить это Бук Святый. Это другой Бог. Это другой Бог. Это не тот Бог, к которому мы привыкли. Мы могли погубить этого человека. Мы могли погубить, снижить этого человека. Мы могли за грехи его отправить в ад. Мы за грехи могли бы человека вызвать до пекла. Но он Святой Богом. Он другой. Он не так как мы. Он не так как мы. За что слава и благодарение Господу. Богу. Я хотел бы просто немного прочитать Слово Божье. И так как уже много прошло, и мы будем молиться, Господь. И будем молиться. Это Якова, пятая глава. И один стих. И только вверсет. Восьмой стих. Будьте и вы черпливи, умокните сердце свое, потому что Парни есть близкие. Аминь. Когда я был на одном служении, когда был на мужестве, я слышал такое слово пророческое через одного брата, через одного служителя. И через одного брата слышал такое слово пророчное. Когда к одной сестре, было такое сказанное слово «Не бойся, дочь моя». Я вижу твою болезнь и как-то себя ободрились так. Думаю, слава Богу, Бог может исцелить. Хвала Богу, может Бог здравен. Говорит «Не бойся, я вскоре тебя заберу к себе». «Не буйся, я вкруто тебя заберу до себе». Вы знаете, конечно же как-то удивились мы, но я задумался, а на самом деле что это значит? «Недавно один брат тоже рассказывал свидетельство или такое высказывание, когда одной сестре вдруг пришло приговор от врачей, что она больна и через два месяца она умрет». «До pewной сестры пришел wynик от лекаря, что она хора и за два месяца она умрет». Но ее восклицание было особенным, но ее радость было szczególным. Она ответила «Вы думаете, что это плохая вещь?» И она ответила «Вы думаете, что это зла вещь?» Это вещь от человеков? Это видимость от людей. «Нет, это добра вещь от неба». Она говорит «Не, это добра вещь от неба». Через два месяца я встречусь с моим любимым. Я встречусь с моим укошенным. Я буду вместе проводить вечность. буду вместе с ним спать вечность. Дорогие братья и сестры, конечно же Бог обещает благословение здесь, на этой земле. Конечно же Бог обещает благословение на этой земле. Для нас приготовлено что-то особенное. И если ты вдруг встретился со Христом, у тебя уже другие мысли. И когда ты еще встретился с Христом, то ты уже можешь инне мысли. Если ты с ним как-то нашел контакт, для тебя земля перестала существовать, то для тебя земля перестала исчезнуть. Один брат говорит, знаешь, Сергей, я как-то захотел увидеть небо. И один из братья говорит, Сергей, я так хотел бы увидеть небо. И начал молиться об этом. И начал молиться и Бух ему показал. Он говорит, не все не было, маленькую часть сегодня. Но после этого уже здесь на земле все померкло. Но по тем выдашению, то, что было земля, оно так быстро смолало зминку. И Яков пишет, долго терпите и вы, укрепите сердце ваше, ибо происшествие Господне приближается. Братья и сестры, мы иногда много говорим о вере. Но когда приходит тот момент нашей жизни близости с Господом, верим ли мы в Него? Или мы очень сильно пытаемся отдалить этой встречи с Господом. сегодня самая цена на этой земле это сам Господь. То есть сам Бог, сам Пан. однажды шли десять покаженных и увидели Христа и увидели Христа пришли к Нему и начали просить и начали Его просить. Наставник исцели, помоги пани помож уздров. И Христос говорит идите к священникам и покажитесь. А Езус говорит идите фарызеуши и там покажите. И люди пошли. И люди пошли. Но когда они шли вдруг они очистились. они стали очищены. И вы знаете написано один увидев это вернулся.